Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВН в студии Юлия Черешнева. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Наивысшая степень ответственности – профессионализм в самых чрезвычайных условиях. На ММК состоялся конкурс за звание лучшего газоспасателя на производстве. Пристегни самое дорогое – инспекторы провели профилактический рейд «Ребенок – главный пассажир». За вклад в развитие здравоохранения и высокое мастерство главный врач третьей горбольницы Михаил Щербаков стал лауреатом премии законодательного собрания. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Главная цель – привлечь внимание к серьезному заболеванию. Специалисты медико-санитарной части приняли участие в физкультурном флешмобе. В этом году он проходил под лозунгом «Здоровье в каждом движении – стоп-гипертония». В нем приняли участие представители всех подразделений медучреждения. О том, как прошла акция, расскажет Евгения Салахудинова. Время – полдень, место – внутренний двор поликлиники номер 2 медико-санитарной части. Именно здесь медицинские специалисты решили провести традиционный физкультурный флешмоб. Данное мероприятие у нас проходит второй раз, связано с целью борьбы с гипертонической болезнью. Данное мероприятие поддерживается руководством больницы, администрацией города. Мы очень благодарны, что нас поддерживают. Это позволяет нам как можно больше проводить данных акций. Главными организаторами события выступили специалисты поликлиники. Присоединились к акции представители всех подразделений медико-санитарной части. Врачи, медицинские сестры, младший медперсонал, а также студенты медколледжа. Всего около ста человек. Всем будет жарко! Снимайте куртки, теплые кофты! Зарядку для своих коллег провела инструктор по ЛФК реабилитационного центра медсанчасти Алена Морозова. Она подготовила непродолжительную, но насыщенную программу, которая включала в себя как аэробную разминку, так и зажигательные танцы. Как мы знаем, движение «Жизнь» обязательно нужно двигаться, обязательно нужно заниматься физкультурой, танцевать. С утра зарядку обязательно нужно делать. Ну и вообще в целом не нужно засиживаться, залеживаться, надо двигаться. В этом году флешмоб проходил под лозунгом «Здоровье в каждом движении. Стоп гипертония». Главная цель акции – привлечь внимание к серьезному заболеванию. Артериальная гипертензия является основным фактором риска возникновения инсульта. И ее намного легче предупредить, чем лечить. В деле профилактики важную роль играют отказ от вредных привычек, диета и регулярная физическая активность. В заключении флешмоба медицинские работники признались, они получили от акции заряд бодрости и хорошего настроения. Впечатления, конечно, очень яркие. Второй год проводится такой флешмоб. Это очень хорошо, что такой праздник нам делают для души. Мы все выходим, наконец-то мы все встречаемся, потому что мы все в работе. Нам некогда даже пообщаться с друг другом, потому что пациент у нас на первом месте. Ну и все-таки зарядка – это жизнь, здоровье, это здоровый образ жизни. И, в общем, делайте зарядку и будете всегда в порядке. Хотим выразить искреннюю благодарность за проведение флешмоба «Стоп гипертония». Мы получили массу положительных эмоций. Почаще мы проводили такие профилактические мероприятия и для пациентов, и для сотрудников медицинской части. Спасибо. Организаторы пообещали, физкультурно-спортивная традиция обязательно будет продолжена. Гипертония, гиперконтроль! Продолжаем программу. Их служба опасно, трудна и как будто не видна. Речь идет о газоспасателях на производстве. Сегодня в газоспасательной службе по ММК трудится больше ста человек. Для повышения профмастерства ежегодно организуется конкурс на звание лучшего в профессии. В этом году к магнитогорским специалистам ММК и ММК «Метис» присоединились коллеги из Пермского и Алтайского краев. А также в качестве наблюдателей выступили гости из Нижнегородской области. Елена Старостина продолжит. Наивысшая степень ответственности – профессионализм в самых чрезвычайных условиях. То, что заложено в профессии газоспасателей. В этом году на конкурс профессионального мастерства, который проходит уже несколько десятилетий подряд, на ММК собрались не только местные специалисты, но и впервые команды из Лысьвы, Заринска и Выксы. Данный конкурс у нас уже, собственно говоря, является традиционным. Изначально он проводился только газоспасателями, которые расположены здесь, на Магнитогорской площадке. Сейчас здесь, как я уже сказал, мы очень рады приветствовать вас всех здесь. И хочу сразу поблагодарить КЦП «Корпоративный центр подготовки кадров». Здесь у директора у нас действительно находится за организацией этого конкурса. Всегда у нас проводятся на высочайшем уровне. Хочу всем пожелать достойных результатов сегодня, выступить на самом высоком уровне. Ну и удачи, удачи в этом конкурсе, ребят. По традиции состязания проходили по нескольким направлениям. Сначала проверяли знания теории. С поставленной задачей конкурсанты справились без видимых проблем. По аварийно-спасательным работам, по составам газов, по оказанию первой медицинской помощи. Совсем справились? Вполне, да. И все же главный критерий в работе спасателей – практическое умение и физическая форма. Тут и подтягивание, и оказание доврачебной помощи, и умение пользоваться защитным оборудованием. Самая же интересная и зрелищная часть состязаний – поиск и эвакуация пострадавшего в газодымной камере. Имитируем, как будто вы приехали на аварию, и имитируем ваши действия, что при приезде на аварию вы делаете. Понятно? Как будто вышли из машины и начинаем оперативную работу. Работают газоспасатели в команде. На выполнение задания отводится 15 минут. Но с задачей многие справляются быстрее. Вы, пожалуйста, сосны было искать? Нет? Хорошо спрятали? Ну, это наша работа. Но долго искали, нет? Да нет, недолго. Дольше оказываешь какую-то первую помощь. А, то есть вы прямо на месте его откачивать начинаете? Ну, нет, зачем? Просто не откачивать маску, и если есть какие-то раны, то их перевязываем, либо там фиксируем. Должнее все это делать в дыму. У нас проводится, но это проводится, скажите, ну и непосредственно именно на самом предприятии, между бригадами. У нас там еще и плюс пожарная безопасность, то есть у нас две профессии, то есть газоспасатель и пожарный. Поэтому у нас более упор даже идет при проведении конкурсов именно на пожарное мастерство. Мы приедем к зрителям, чтобы ознакомиться, как проходит соревнование, чтобы в дальнейшем попробовать свою команду так же. После нескольких часов состязания члены жюри подвели итоги конкурса. Лучшей командой признали участников предприятия «Алтай Кокс». В личном же зачете на пьедестал почетов зашли представители всех городов-участников. Здесь же сертификат в 15 тысяч рублей, памятный кубок. Награждается Рыжков Дмитрий Владимирович. Спасибо. Хочу сказать большое спасибо за организацию. Было очень приятно участвовать. В этом году было намного интереснее, чем в том, в связи с тем, что к нам приехали гости. Все было организовано на высшем уровне. Большое спасибо. Очень приятно занять первое место. Елена Старостина, Аркадий Стариков, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Главный врач городской больницы номер 3 Михаил Щербаков стал лауреатом премии законодательного собрания Челябинской области. Медика отметили за значительный вклад в развитие здравоохранения, высокое мастерство и преданность профессии. Тему продолжит Татьяна Артеменко. Михаил Щербаков говорит, что определиться с профессией ему помог Роман Николай Амосова «Мысли и сердце». В нем известный кардиолог подчеркивал важность хирургии в спасении жизни людей. Михаил Владимирович проникся этими идеями. В 1977 году успешно закончил Челябинский медицинский институт, три года отработал хирургом в медучреждении Ашинского района, вернулся в Магнитогорск и устроился в третью городскую больницу. Попал я в руки очень грамотных по тем временам врачей, настоящих педагогов. Это Кармазина Евгения Ананимовна, мой учитель. Это Калинина Александровна, заведующая гинекология, тоже фамилия такая известная. Это Абакумова Стрижова, Валентин Сана, травматолог наш ведущий. Михаил Щербаков вспоминает, что многократно посещал Москву, Киев, Курган, Куйбышев и Свердловск, где осваивал лазерную хирургию, изучал дуоденальное зондирование, новые методы лечения язвенной болезни и малоинвазивную хирургию. Сначала была малоинвазивная хирургия из небольших доступов. Мы сразу пошли по пути другого, мы пошли изучать именно эндоскопическую хирургию. Мы ездили в Куйбышев тогда еще, да? Ну, там тоже посмотрели вот эти методики. И по счастливой случайности, возможно, эндоскоп первый Карла Шторца, который должен был уехать во Владивосток, случайно попал к нам в Магнитогорск. И я первый сделал хальцестектомию в городе эндоскопическую. Мы поняли, что это, конечно же, просто здорово. Мало травматичность стала более, как говорится, у нас цениться. То есть, где возможности есть, не делать огромных разрезов. Это был 1985 год. Михаил Щербаков говорит, что уже тогда хотел поставить такие операции на поток. Но осуществить эту мечту удалось только в начале 2000-х годов, когда он занял пост главного врача больницы. Благодаря закупленному оборудованию, эндоскопические операции стали широко применяться хирургами, травматологами, ортопедами, гинекологами. Начало активно развиваться и кардиологическое отделение больницы. Приобрели ангиограф первый, подготовили двух врачей и начали делать коронаро-ангиографии. Я думаю, что не одну сотню людей за это время, конечно, спасли от инфаркта. Кардиология потом у нас переросла из простого кардиологического отделения. Сначала в первичный сосудистый центр, а потом даже теперь в региональный сосудистый центр. Как и его наставники, Михаил Щербаков уверен, что без применения передовых методов лечения и диагностики невозможно повысить качество медицинской помощи. Поэтому он продолжает уделять большое внимание оснащению больницы и профессиональному развитию врачей. В прошлом году учреждение приобрело новый компьютерный томограф и цифровой ангиограф. А хирурги освоили и успешно начали применять малоинвазивную герниопластику для лечения грыж. То есть современные перспективные направления, которые существуют в медицине, по возможности приобретаем, по возможности осваиваем. Скажем так, что мы держимся в строю, держимся в струе современной медицины, современной хирургии. Хотелось бы сказать, что все эти задачи, которые он перед собой ставит, он всегда их выполняет. Обладает огромной работоспособностью, огромной интуицией. Могу сказать, что очень любит его наш коллектив, действительно очень уважает. Михаил Владимирович очень гордится своим коллективом. В больнице работают настоящие мастера своего дела, у которых за плечами не одна успешно проведенная уникальная операция. Впереди еще много работы, но главный врач уверен, с такой сильной командой они справятся даже с самыми сложными задачами. Татьяна Артеменко, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. К другим темам. В Магнитогорске отмечается рост аварий с участием детей. Только в апреле текущего года зарегистрированы 8 ДТП с несовершеннолетними. В четырех из них дети были пассажирами. Для проверки соблюдения правил перевозки детей сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд под названием «Ребенок – главный пассажир». Утром в районе 65-й школы машины паркуются каждые пять минут. Родители подвозят спешащих в школу учеников и сами торопятся скорее уехать на работу. Статистика показывает, что именно в это время водители чаще всего забывают о ремнях безопасности. Поэтому экипаж ДБС внимательно следит за соблюдением правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. И первый штраф не заставляет себя долго ждать. Ребенок находился в кресле, но не был пристегнут. Штраф за данное правонарушение – 3000 рублей в течение 20 дней и половина – 1500 рублей. Несоблюдение правил перевозки юных горожан – одно из самых распространенных нарушений в Магнитогорске. С начала этого года к административной ответственности было привлечено уже свыше 740 водителей. Самый частый и популярный ответ родителей – это «я только отъехал от места, грубо говоря, своей дислокации». Либо ребенок отстегнулся сам. Но даже если ребенок отстегнулся сам, это не освобождает от нарушения. И все же водитель должен контролировать это, потому что, как мы уже говорили, ребенок – это главный пассажир. Среди часто встречающихся нарушений – также несоблюдение правил перевозки детей, находящихся на переднем сидении автомобиля. В соответствии с пунктом 22.9 правил дорожного движения Российской Федерации, детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно. На переднем пассажирском сидении разрешается перевозить также только с использованием детских удерживающих устройств. На заднем сидении разрешается использовать только штатный ремень безопасности. Водителям необходимо учитывать, что конструкция автомобиля «штатный ремень безопасности» рассчитана на пассажира ростом от метр пятидесяти. Поэтому, если ваш ребенок ростом ниже, то необходимо использовать дополнительное удерживающее устройство, например, типа бустер, чтобы штатный ремень безопасности проходил по грудной клетке, а не по шее. В день рейда инспекторам помогали обеспечивать безопасность на дорогах возле школы члены родительского патруля. Взрослые в ярких жилетах стояли на пешеходных переходах, напоминая водителям сигналом «стоп» о необходимости пропустить пешеходов. Каждое утро проходит минимум полторы тысячи детей. Очень опасное движение здесь. Два года назад, например, у нас был такой случай, когда водитель не остановился, не успел, и был наезд на ребенка. Поэтому мы, родители, активно включаемся в работу, чтобы помочь детям перейти, флажком подсказать водителям, когда остановиться. Сотрудники ГИБДД надеются, что такие рейды помогут дисциплинировать водителей, а также избежать случаев дорожно-транспортных происшествий. За два часа рейда было выявлено пять нарушителей. Подобные проверки на дорогах не прекратятся, отмечают инспекторы. Ведь это тот случай, когда напоминание точно не будет лишним. Татьяна Артенко, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. В Магнитогорске сотрудники полиции пришли на помощь водителю. Стражи порядка помогли девушке запустить двигатель автомобиля, который заглох посреди проезжей части. В день происшествия Анна Исаева вместе с подругами ехала в колледж на пары. Девушка говорит, что они очень торопились, поэтому для передвижения выбрали менее загруженную советскую улицу. У нас непредвиденная произошла ситуация, что заглохла машина. Девочки пытались помочь и оттолкать машину, чтобы она хоть как-то запустилась. Толкать машину было очень тяжело, так как мы еще маленькие такие девочки. И при этом обидно, что нам никто не может помочь. Проезжали мимо мужчины, просто смотрели на нас, смеялись, ехали мимо, не останавливались, даже ничего не спрашивали. Это было очень неприятно и обидно. Наконец, рядом с заглохшим автомобилем остановились два байкера. Ребятам тоже не удалось его завести. Вместе с девушками они дотолкали машину от центрального входа в парк притяжения до перекрестка улиц Советская и Советская армия, где их заметил экипаж патрульно-постовой службы. Заступили мунистерсменов в 2 часа ночи. И всю ночь у нас были заявки. И в данный момент мы также ехали после заявки уже на маршрут патрулирования. И выезжая на маршрут патрулирования с квартала, мы обнаружили данных девушек. Остановились рядом с ними, спросили, что случилось. Они пояснили, что они заглохли, не могут завестись. Мы предложили свою помощь. У них был неисправлен стартер машины, и он заводился либо замыканием, либо если ее толкать. Надо пробуксировать машину, чтобы она завелась. У девушек спросили, есть ли у них наличие трос, чтобы прицепить машину и к нашему автомобилю. В процессе буксировки неисправного автомобиля двигатель удалось запустить. Помогли очень хорошо, до последнего были с нами, поэтому большое им спасибо. Оказывать помощь мы должны в первую очередь, потому что это наша работа. На маршруте патрулирования все может быть, всякие ситуации, и всегда нужно оставаться с человеком. Каждый мужчина в этой ситуации бы помог бы. Это норма. Татьяна Артюренко, Денис Иванов, телекомпания ТВН. О новостях спорта через несколько секунд. На базе санатория «Юбилейный» стартовал шестой фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. Традиционное физкультурно-спортивное мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». В фестивале приняли участие более 400 человек из 40 регионов страны. Подробности у Дины Столяровой. Санаторий «Юбилейный» принимает финалистов Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, муниципальных и государственных гражданских служащих Российской Федерации. Место проведения масштабного мероприятия выбрано символично. 2024 год стал юбилейным для современного Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». И главная причина – команда ММК взяла золотой кубок 5-го Всероссийского фестиваля ГТО. Акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». ММК, привет! Давайте поаплодируем. Это победители прошлого фестиваля. Разрешите зачитать приветствие заместителя министра спорта Российской Федерации в ваш адрес, Одесса Хасаевича Байсултанова. Приветствую вас на 6-м Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов, государственных, гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих. Радует, что сегодня физическая культура и спорт стали для россиян образом жизни. Большие слова благодарности правительству Челябинской области, компании ММК за вот это вот прекрасное гостеприимство и даже хорошую погоду. В 6-м фестивале ГТО среди трудовых коллективов приняли участие более 400 человек в возрасте от 25 до 64 лет. Спортсмены из 44 регионов России, от Сахалинской области до Ленинградской. Стаж работы участников команд на предприятиях, которые они представляли, должен был быть не менее полугода. Добрый день, уважаемые участники Всероссийского фестиваля трудовых коллективов. Мы рады, что вы приехали к нам, сюда, в Челябинскую область, в стальное сердце России, так называют город Магнитогорск. Я желаю всем вам успехов, бодрости духа и новых побед. Вместе со спортсменами разминку провела двукратная рекордсменка мира и Европы, чемпионка первенств России и посол ГТО по Челябинской области Евгения Зинурова. К слову, судейская бригада фестиваля тоже выдалась титулованная. Ее представители приехали в Магнитогорске за 11 регионов России. Среди них кандидаты наук, заслуженные учителя России, победители чемпионатов и первенств мира. Участникам фестиваля ГТО предстоит пройти несколько видов испытаний на силу, выносливость и скорость, выполнить упражнения на пресс, подтягивания, отжимания, наклон на гимнастической скамье, поразить мишени в тире, пробежать кросс и эстафету. В день соревнований собравшиеся поздравили и именинников. Одной из них оказалась спортсменка из Санкт-Петербурга. Поздравляем! Поздравляем! Я впервые приехала на ГТО. Мне очень нравится здесь атмосфера. С погодой очень повезло, потому что у нас было очень холодно. Очень приятно, очень неожиданно. В день рождения встретить в Магнитогорске это было неожиданное приключение. Евгений Бахчеев, член команды ММК, работает в Крыма-Ц-1, инженером первой категории. Профессионально занимается бегом на длинной дистанции более полусотни лет. Бег дает здоровье, уверенность в себе и ощущение сопричастности со всеми людьми. Банное озеро – это то место, где я начинал бегать. Оксана Инчина – новичок сборной от ММК. Главный козырь сотрудницы управления главного энергетика – отличная растяжка. Спортсменка намерена поставить как минимум личный рекорд в наклоне на гимнастической скамье и достойно представить команду. В этом году мы приложим все усилия, чтобы кубок остался у нас. Финал фестиваля ГТО среди трудовых коллективов – это отличная возможность для компаний и организаций продемонстрировать свою заботу о здоровье и физической активности сотрудников, получить новые знания в области спорта, а заодно познакомиться с достопримечательностями и красотой разных городов России. Дина Столярова, Георгий Бадаев, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. Магнитогорские авиамоделисты стали победителями первенства Челябинской области в классе моделей летающих кордовых копий. Занимаются юноши в кружке на базе школы номер 55 под руководством своего преподавателя технологии. Успех этот можно считать особенно значимым еще и потому, что в городе тех, кто занимается авиамоделированием, единицы, а наставников и того меньше. С энтузиастами познакомилась Елена Старостина. Я бы хотел в дальнейшем поступать на пилота. Ну и вообще в авиамоделизму помогает в реакции, когда в некоторых моментах приходится спасать модель, чтобы ее не разбить, когда она пикирует или капотирует. За пять лет занятия в авиамодельном кружке восьмиклассник Данил Яковлев не только определился с будущей профессией, но и прежде всего по-настоящему влюбился в самолеты и их создание, пусть пока и в виде уменьшенных копий. Лично меня заинтересовало авиамоделирование самим конструированием и дальнейшим уже полетами, соревнованиями. Мне тоже нравится что-то создавать, побеждать и нравится командная работа. Как и Данил, Игорь Горбачев пришел в кружок авиамоделирования еще в начальной школе и не на шутку увлекся конструированием и полетами. Любовь к необычному и на сегодня не самому популярному занятию мальчишкам прививает их наставник. Евгений Егоров в детстве занимался авиамоделированием. Придя работать в родную 55-ю школу учителем технологии, решил создать кружок авиамоделистов. Чтобы заинтересовать ребят, показывал видеоролики с соревнований и рассказывал о своих выступлениях. В прошлом Евгений Вадимович – победитель всероссийских состязаний. Свои модели с детства приносил, показывал. Через первые года два мы стали делать модели такого уровня, кордовые они называются. Сначала простейшие, с каждым годом сложнее, сложнее. Спустя время появилась возможность выезжать на соревнования. Первые награды учеников 55-й школы не заставили себя долго ждать. Поэтому, конечно, в первую очередь здесь должен быть и сам наставник, гореть этим, чтобы и детей вести за собой, увлекать их. Дети молодцы, они достигают таких результатов огромных. Мы гордимся этим результатом, мы гордимся детьми. Особенно успешным выдался 2023 год. Данил Яковлев принял участие в различных соревнованиях, от областных до всероссийских, показав высокие результаты и став неоднократным их победителем. Удачным получилось для Данила и Игоря первенство Челябинской области, в котором приняли участие 8 команд региона. На это соревнование ездим уже, наверное, четвертый год подряд. И в этом году нам удалось занять все первые места. То есть и в личном первенстве, и в команде. Общаясь с преподавателями других городов, соревнованиях, я вижу, как Евгений Вадимович в их глазах вырос как тренер, который вырастил не одного уже чемпиона, получается, и области, и в том числе России. Я хочу пожелать ему больших, 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 наверное, побед, прогресса в его деятельности. Ну и поблагодарить, наверное, Елене Николаевне, который поддерживает в том числе данное начинание хотя бы в рамках школы. И хотя успех закономерный, результаты могли быть и лучше. Вот только тренироваться парням сейчас практически негде. В городе нет специализированных площадок для полетов, да и кружков авиамоделистов всего два на базе 55-й и 10-й школ. А все поездки, как и покупка материалов для моделей, лежат на плечах родителей. Энтузиасты надеются на возрождение авиамодельного спорта в Магнитогорске и поддержку городской администрации, депутатов и неравнодушных спонсоров. Елена Старостина, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. И это все, о чем успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях. В следующем выпуске информационные программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 17 мая. Всего доброго и до встречи!